Добрый день! Сегодня вечер 7 ноября. По старому стилю это день Великой Октябрьской революции, а по новому биржевому стилю это день такой контрреволюции после случившейся Октябрьской революции на мировых финансовых рынках. Сегодня у нас коротко подытожим вчерашний день. Все прогнозы оказались правильными. Даже австралийский доллар, несмотря на то, что он, что называется, продемонстрировал мне, что жадность всегда губит. Все-таки сумел перейти в зеленую зону. Мы по-прежнему держим позиции на понижение доллара против основных валют. Результат дня превзошел ожидания. Мы достигли искомой суммы в 14% и теперь начинаем путь к 15% прибыли. Если говорить вообще о долларе, то стоит обратить внимание, что в эти дни такой небольшой исторический момент. Впервые, по-моему, за 17 если не ошибаюсь лет, доля доллара в мировых резервных запасах, то есть среди резервных валют, достигла исторического максимума 57%. Это хорошая иллюстрация к вопросу о дедоларизации всего мира, о котором любят рассуждать политические вити и люди далекие от реальной экономики. Но при том, что доллар набирает позиции, я уверен, что общий тренд на его снижение по отношению к корзине основных валют продолжится. Поэтому на Форекс-рынке, на платформе Телетрейд я не буду делать никаких движений, а продолжаю держать все те же позиции. Доллар на понижение против швейцарского франка, доллар на понижение против евро и, соответственно, немножечко играю с австралийским долларом, чтобы, что называется, отполировать прибыль. Это, пожалуй, все. Вот прям в этот момент я переписываюсь своим коллегой, фотографом, который тоже давно торгует на рынках и копирует мои сделки и собственный трейдинг. И как раз радуемся достигнутым сегодня позициям и говорим о том, что позиции все-таки будем держать и дальше. На не Форекс-рынке, назовем его так, на рынке акций, как я и предполагал, Dow Jones резко ушел наверх. В результате прибыль здесь также увеличилась. Но я все-таки, несмотря на вчерашние размышления, на целый ряд публикаций, думаю, что нефть сделает сейчас неожиданный разворот и пойдет к 65 долларам за баррель. Поэтому я держу позиции на покупку нефти, хотя несколько сделал перед этим, закрыл в убытке по этой позиции. А по Dow Jones я уверен, что одновременно со снижением доллара мы будем видеть значительный рост Dow Jones и, как не кажется, может быть, в текущей ситуации это фантастическим. Я думаю, что мы довольно скоро увидим позицию, историческую позицию, 27 тысяч пунктов у Dow Jones. После чего в Бире начнется очередной период волатильности. Ну и главное событие, которое повлияло на рынок, это состоявшиеся выборы в США. Там результат, как известно, 50-50. В Сенате республиканцы сохранили контроль и даже увеличили его чуть-чуть. Зато в Конгрессе республиканское большинство ушло и для рынка, на мой взгляд, это будет означать определенное успокоение и позитивные ноты. Потому что одновременно с тем позитивом, который трампономика вносит в фондовый рынок западных стран, есть и негатив. Это нервные твиты самого господина Трампа. И вот теперь эти цветы будут восприятие биржевого рынка делиться на неизвестность, пройдет или не пройдет та или иная позиция в Конгрессе. Так что демократия победила и принесла нам, по крайней мере, на кратком периоде прибыль. Уверен, что принесет еще. И также на рынке акций я держу открытыми позиции на повышение крупных западных промышленных гигантов, но воздерживаюсь от покупки модного последние годы Биг Теха. Итак, резюме сегодняшнего дня. Держим позиции на понижение доллара против основных европейских, а ниже резервной валюты. И рассчитываем на тренд по Dow Jones и всего сопутствующего ему, то есть индекс стандарт курса и основные акции американского рынка, на повышение. Думаю, что Dow Jones возьмет планку 27 тысяч удачного трейдинга. Всем в пятницу подводим итоги этой недели.